Радио 54 Первое областное радио Кто вообще является инициатором появления подобного места? Каждый из нас У нас четыре соучредителя Мы однажды собрались и подумали, что нужно что-то сделать Вот как появляются в принципе такие идеи у предпринимателей? Это наличие свободного времени Это прежде всего Нет, это прежде всего пандемия Потому что все ушло в удаленку Нужно что-то делать, дома сидеть скучно Но и в то же время нужно Поэтому появилось много свободного времени Чтобы о чем-то подумать Основной вид вашей деятельности Уберем сейчас центр доброй руки В жизни вы в какой сфере деятельности трудитесь? Ряд компаний у меня Строительная сфера Назовать не буду Вот так, понимаешь Строитель строителю рознь Кто-то ходит и строит, а кто-то и жить другим помогает Параллельно с этим Согласен с тобой абсолютно Кто придумал название доброй руки? Ответит Ксюша на это Название придумывали все вместе Ну, кого-то одного ведь все равно идея осенила Слово два, а человека четыре Логично, да Ну, я бы не сказала, что было прям Очень много вариантов На самом деле нет И этот вариант оказался самым таким простым Понятным, наверное Ну, если Захар предприниматель, то вы, Ксения? Я мама двоих сыновей Прежде всего О благотворительности я уже более чем три года Помимо всего прочего Занимаюсь организацией детских экскурсий и мероприятий в нашем городе Вот И идея возникла, можно сказать, совершенно случайно В один прекрасный вечер Когда я поняла, что у меня есть силы, желания, ресурсы Для того, чтобы создать такой центр А желание помогать другим людям было всегда А откуда у мамы двоих детей и свободное время? Время, да, вот это отличный вопрос сейчас был, да Очень многие люди, да, задают этот вопрос Говорят, когда ты вообще все успеваешь На самом деле, мне кажется, главное расставить грамотно приоритеты И... Нет, подожди, давайте разберемся Вот сколько лет детям? Детям 5 и 8 лет 5 и 8 То есть кто-то учится, кто-то в садике, да? По потолку И в этот момент вы что-то успеваете еще предпринимать Да, каждый мой будний день начинается с того, что я развожу детей в садик, в школу В продленку, вот И можно сказать, полдня, вот буквально часа 4 у меня есть свободного времени Когда я могу заняться собой, заняться работой или благотворительностью Ну, у вас просто дети уже достигли того возраста, когда они более-менее самостоятельные Ну, относительно, конечно Ну, порыв, понимаешь, вот в чем суть? Мы попробуем, да, понять Порыв помогать другим людям далеко не у каждой мамы двоих детей вообще возникнет Ну, ибо некогда, да? Тут куча всех дел Может быть, в вашей жизни лично произошла какая-то история на глазах, да? Которая прям в душу попала, и вы после этого, ну, почувствовали... Не просто же так вы решили заниматься благотворительностью Не бывает просто так Вот как это в вашей жизни получилось? Что повлияло? Вы сами вообще понимаете, в чем... Когда случился этот старт в вашей жизни? Чем примерно вас повлиял? Расскажите, а вот что это было? На самом деле, я сейчас задаюсь вопросом, почему я раньше не пришла в благотворительность Когда, скажем, я была студенткой, не была обременной семьей, детьми, была куча свободного времени Но осознание и вот понятие этих ценностей, принятие их пришло именно с момента рождения детей Когда ты понимаешь, что вот она ответственность, какова эта ответственность Когда ты понимаешь, что имея даже какие-то материальные и финансовые возможности, будучи мамой Тебе все равно тяжело и непросто бывает с ребенком А каково тем женщинам и мамам, у которых нет каких-то финансовых возможностей Нет благосостояния или семья неблагополучная, или семья неполная Вот именно это осознание пришло с момента рождения моего первого ребенка Как часто это происходит на самом деле у женщин? На самом деле так и есть Появился ребенок и все, у тебя установки 180 градусов Та история, когда мужчины сидят молча Да, неважно, да, 913-381-05-54 Друзья, мы сейчас перейдем уже конкретно к разговору непосредственно о центре Если у вас будут уточняющие вопросы Как можно получить помощь, в каком качестве Обязательно задавайте, мы на все вопросы ответим Центру не так много, несколько месяцев Сколько людей уже успели обратиться за помощью? Да, давайте вообще более подробно поговорим про вашу деятельность Сложно сказать, сколько обратилась, потому что у нас не только адресная помощь, но просто у нас есть центр Он открыт, туда приходят люди, мы им помогаем Ведем журнал, чтобы понять вообще, сколько людей стало чуточку счастливее Порядка 80 семей уже получили вот за эти, сколько, ноябрь, декабрь? Несколько месяцев? Да, за 4 месяца Можно попробовать собирательный какой-то портрет обращающегося в центр? Многодетная мамочка Многодетная мама Просто там человек, у которого сложная ситуация, потерял работу, скромно живет То есть мы помогаем не только мамочкам с детьми, но и также мужчинам, также людям с какими-то отклонениями, инвалидами и так далее Чем помогаете? Продукты, одежда? Что это за помощь? В основном мы помогаем одеждой, но также наши благодетели, то есть люди, которые нам помогают и компании, которые нам помогают Они нас одаривают разными предметами, так сказать, в том числе и едой, в том числе и антисептиками Ну то есть все, что может прийдеться в жизни Ну вы что-то, какую-то проверку на входе совершаете? Как понять? Вы сами ищите людей, которым помогаете, или люди к вам обращаются? Изначально искали сами, публиковали в разных группах, там, Инстаграма, Телеграма, Ватсапа, на форумах Разных, Новосибирска Затем люди начали подтягиваться сами В целом мы, конечно, изначально не делали никаких фильтров на входе То есть человек пришел, молодец, держи В дальнейшем поняли, что некоторые люди злоупотребляют Вот, вот мы об этом, да, как понять? Приезжают на автомобиль, делают вид, что они грустные Берут там охапками пакет с вещами, а потом это куда-то делается Я, честно говоря, вообще себе плохо представляю аудиторию Телеграм и аудиторию ваших потенциальных клиентов То есть как-то несовместимы, мне кажется, вещи Не, ну вот представьте, что вы живете в доме многоквартирном И знаете, что каким-то людям нужна помощь А, ну да, согласно Есть чат дома, соответственно, те, кто в чате, говорят, слушай, вот есть такой центр, там, заходи, там, классно, там тебе помогут В таком режиме Очень много людей приходят именно с объявлений Авито и Юла Там как раз вот именно те люди, которым наша помощь может быть полезна Статистика Инстаграма и опрос показали, что в Инстаграме именно те люди, которые готовы помогать Которые готовы отдавать свои хорошие вещи в надлежащем состоянии, но вот именно те, которыми они не пользуются Вот, поэтому Ну вот на этих же площадках существует рубрика «Отдам даром» То есть, видимо, вот Да, 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 да Тоже ваша история А какими-то реальными жизненными историями вы интересуетесь у людей, которые приходят за помощью Или стараетесь как-то в душу особо не лезть, просто какой-то составить более-менее, понятно, социальный портрет, вручить помощь и разбежать Конечно, разговариваете? Безусловно, разговариваете Расскажите несколько реальных жизненных историй, чтобы мы понимали вообще, о чем идет речь Вот кто пришел и с какой проблемой пришел? Пришла молодая девушка с двумя детьми Детки где-то возраста 7-5 лет И все было хорошо в этой семье до тех пор, пока супруг Не попал в такую ситуацию, я так поняла, что там состоялась какая-то драка В результате чего супруг оказался в зоне лишения свободы И вот она одна с двумя детьми Благо, что есть где жить Но она говорит, теперь мы не сможем себе позволить покупать одежду Покупать все необходимое для школы детям Потому что я, говорит, с детьми, нахожусь сама непосредственно каждый день То есть она не работает? И идти на полный рабочий день она не может Она, конечно, нашла какую-то подработку себе небольшую Но доход там небольшой, да Вот, ну как минимум 2 года не будет кормиться в этой семье А родственники, бабушки, дедушки отсутствуют или не помогают? Эти родственники, как я понимаю, есть, но они не в России Понятно Ну да, ситуация такая прям тяжелая Какой-нибудь еще? Вот чтобы вы понимали, кто ходит Есть у нас девушка, она нам очень сильно помогает Как волонтер, она помогает вещи принимать, рассортировать в нашем центре Она мама троих детей И получается, мать-одиночка Вот, то есть на целый рабочий день тоже она не может выходить, работать Потому что младшему ребенку всего лишь год Вот, старшие дети ходят в школу Но, тем не менее, сложновато Есть сложности с тем, чтобы приобретать лекарства, приобретать одежду Это все очень дорого, и если речь идет о трех детях, то это очевидно абсолютно Да, 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 и вот буквально недавно, когда она приболела, конечно, мы там все силы бросили на то, чтобы хотя бы какие-то медикаменты ей привезти, поставить Потому что здесь уже даже вопрос идет о детях То есть ей вообще никак нельзя даже заболеть Хорошо, вот понадобились медикаменты, у вас их нет в наличии Каким образом решается эта проблема? Я состою в более чем двух чатах Ватсап, чаты волонтеров Я просто кидаю запрос Это может быть чат Ватсап Я на своей страничке в социальных сетях размещаю запрос Что, ребят, вот такая помощь нужна Кто может, откликнитесь Если вы не поверите, добрых людей в нашем городе, да и в стране их очень много Отзывчивых Вот это и проблема Я вчера в Инстаграме встретила пост, посвященный мамочке и ребенку, который ходит вместе с моей дочерью в один и тот же садик Я знаю этого человека лично И на имя этого человека создали страничку фейковую в Инстаграме, у которой уже порядка полутора тысяч подписчиков Страничка кричит вся болью, связанная с тем, что доченьку сбила машина Сейчас ребенок в реанимации, нужна кровь четвертой группы и срочная материальная помощь, потом со всеми рассчитаемся Существование странички, ну так потом замерили, примерно где-то ей уже дня три И вот какое количество людей точно отреагировало и успело отправить деньги на карту, мы можем только догадываться Именно поэтому не все бросаются сразу помогать Время пошло такое, понимаете, опасное Сразу довериться какой-то страничке, тем более в Инстаграме или где-то еще, очень сложно Обратите внимание, что в основном все фейковые странички просят деньги Вряд ли какой-то мошенник попросит лекарства, это сложно себе представить Ну почему, здесь вот про кровь шла речь, для того, чтобы заболевать То есть вторым постом, конечно, просят кровь, значит ты уже сразу автоматически Ни одного у нас призыва не было помочь нам финансово, абсолютно То есть всегда нам нужна адресная помощь, если люди откликаются, это замечательно Недавно потребовалось одному человеку, молодому инвалиду по зрению Одеть его куртку, обувь, не поверите, не было-не было, за день три пуховика сразу нашлось Вот, о том, как связаться с центром, как получить помощь и, кстати, самому помочь центру доброй руки Мы поговорим буквально через минуту, друзья, оставайтесь с нами Радио 54 Как часто человек собирает одежду, которую, к примеру, долго не носил в хорошем состоянии Совершая генеральную уборку дома, разбирая шкафы, ну потому что вот, значит, по советам коуча Коучи в инстаграме это очень полезно делать, да Собирает мешки и относит, например, на мусорку Ну потому что он не знает, куда еще нести Одежда хорошего качества, может быть, даже не надевал ни разу или один раз надел Часто проблема заключается в том, что мы не знаем, куда не носить Где найти этих людей или те места, где одежду принимают Напомним, друзья Когда тебе вторую жизнь Сегодня у нас в гостях центр доброй руки Ксения Усик, Захар Глушаков Еще раз, доброе утро Мы уже поговорили о том, кто получал помощь в центре доброй руки Кто может ее получить, а теперь, кто может ее оказать Вот если человек сам хочет помочь центру доброй руки Что он может принести? Что вы точно принимаете, а что нет? Мы принимаем вещи Это взрослая детская одежда и обувь В хорошем состоянии, в чистом виде Целые Мы принимаем также игрушки детские Если это мягкие игрушки, то обязательно постиранные Пластиковые игрушки, книги Постельное белье, полотенце, посуду И даже бытовую технику в хорошем состоянии, в рабочем состоянии В общем, все то, что может пригодиться в жизни человеку Любому из нас Ну, то есть, можно даже сапоги принести на каблуки 10 сантиметров Ну, если вы носите, или, наоборот, не носите, точнее, ну, конечно Я уже перестал, да Собственно, да По сути-то, пожалуйста, чем мне жалко, да, делись Вопрос в том, задумываешься ли ты в принципе о том, что есть люди, которым нужна помощь, и ты можешь просто взять и пригодиться Ну, вот, например, до появления нашего центра, куда бы вы дели вещи, да, вот если есть дача, классно, отнесу на дачу А чаще всего балкон, дача Балкон, дача, но когда у меня на даче уже скопилось вещи столько же, сколько дома, я понимаю, ну, хватит уже либо вторую дачу покупать, либо что-то придумывать Да, под вещи, да Либо все-таки похудеть и начать носить то, что на даче уже отнесла Дело не в том, что похудеть, дело в том, что чтобы человеку расслабиться, например, получить удовольствие, нужно, ну, помимо всего прочего, там, шоппинг, да, провести, купить себе новую вещь какую-то Ну, как бы, там, 20-30-50 футболок, ну, хватит уже Давайте, чтобы слушатели понимали, еще пробежимся по тем социальным категориям, которые могут попробовать, да, обратиться к вам за помощью, там, за одеждой, да, за какими-то продуктами Вот прям по пунктам, например, там, многодетные семьи, да Многодетные семьи, люди инвалиды, малоимущие, и в целом те, кому нужна помощь То есть, если у тебя нет справки, например, случилась какая-то беда, ну, вот вчера, например, да, там, неделю назад, не успел ты нигде там свой статус официально закрепить, ничего страшного, поможем А насколько сложно вообще быть соучредителем вот такой истории? С точки зрения закона, как много у вас отчетностей, вот эти все бумажные волокиты, это вообще тяжело? Мы же только начали, мы же еще это в конце года узнаем На самом деле, нет, не тяжело, ты просто должен каталогизировать свою деятельность, сколько людям ты помог, каким организациям ты помог То есть, у нас есть ряд организаций, с которыми мы заключили соглашение, и им помогаем уже Просто не забывать все то, что ты делаешь, и где-то записывать, и все, в конце года сделал отчет из того, что ты сделал Пожалуйста, подал, опубликал на сайте, ничего сложного, на мой взгляд, нет А ваша деятельность со стороны государства каким-то образом контролируется? Ну, там, я не знаю, сколько вещей отдали, кому отдали, сколько на этом якобы заработали Мы не государственный фонд, поэтому, нет, не контролируется Если к нам будут благотворительные вливания, безусловно, мы за них должны будем отчитаться Ну, то есть, кто-то пожертвовал деньги, да? То есть, бухгалтерия какая-то существует, тем не менее, да? Бухгалтерия существует, просто денег нет, то есть, мы сейчас именно в товарообороте, грубо говоря То есть, нам принесли вещи, мы отдали вещи, это не регулируется, мы не должны это на баланс ставить Если нам помогать будут деньгами, да, это уже совсем другая история, мы будем это все... То есть, пока вы деньги не берете? Мы готовы брать деньги То есть, если сейчас после эфира позвонит, человек скажет, вот, у меня есть 500 рублей, я готов перевезти С удовольствием примем, да А вообще, как сложно с деньгами? Вот как часто люди обращаются именно за финансовой помощью, а центр пока не может себе это позволить? Мы не публиковали где-то, что мы помогаем именно финансово, потому что это должна уже деятельность быть филантропов, наверное, на мой взгляд То есть, людей, которые сверхбогатые Мы обычные простые люди, как вы, например, да, как любой другой человек И мы помогаем тем, чем мы можем помогать Соответственно, это вещи и любая другая благая помощь На самом деле, обращения бывают очень разные И когда человек обращается к нам, вот, допустим, была ситуация недавно, ребенку нужна была помощь, именно материальная, для того, чтобы оплатить лечение Мы не фонд, то есть мы не можем выделить денежные средства Но так как благотворительностью работаем уже достаточно давно И сотрудничаем и с фондами, и с другими организациями нашего города Я могу просто перенаправить информацию И перенаправить ее так, что это действительно другая организация может оказать помощь В принципе, так и было буквально недавно В конце концов, можете просто проконсультировать человека, да, как в его жизненной ситуации поступить правильно будет Конечно А скажите, а бывали вот такие люди, которые приходили к вам за помощью и начинали элементарно воротить нос, что там, ну, немодный какой-то вы им предложили пуховик или обувь, там, не того качества, на которое они рассчитывали? Нет, такого не было То есть вот я про то, что приходят именно те, кому действительно тяжко, а не оставляя автомобиль за углом Да, да, были такие какие-то сильно сложные, на ваш взгляд, вот именно женские, жизненные истории, ну, которые просто взяли и прослезились Ну, на самом деле, очень жалко человека У нас проснулась Оксана Пушкина, да Тяжелая ситуация Расскажите, просто понимать, ну, просто понимать, да, потому что вы по-другому мужчины на это реагируете Не в том смысле, что хуже или слабее, у нас просто антенны разные, восприятие информации Вот было что-то такое? Да, конечно Вот что вы лично помните? Расскажите, чтобы вы понимали просто, кто обращается? Обратилась мама, у нее семь детей, они из области приехали в наш центр И очень сложная ситуация со здоровьем младшего ребенка, которому год с лишним, еще нет двух лет И как раз она сначала приехала за помощью в виде вещей И потом уже пишет мне адрес, говорит, Ксения, я думала, что вот вы одна, и вы так недавно в благотворительности Оказалось, все на самом деле по-другому, вас много, и вы давно здесь работаете, посоветуете, как мне быть Вот мне нужна определенная сумма для того, чтобы отправить ребенка на лечение в другой город Я ее перенаправила в фонд, который этим занимается вопросом До сих пор курирую, мониторю информацию, действительно им помогли Все получилось Да, фонд помог, собрали денежные средства, отправили ребенка в больницу на лечение, на операцию И сейчас требуется дополнительная помощь для того, чтобы какая-то реабилитация была Но там на самом деле очень такая ситуация, которая меня затронула за живое Потому что когда ребенок рождается уже с ограниченными возможностями по здоровью, это очень тяжело для любой матери Вот, и тут безусловно, конечно, отклик у меня такой произошел Да, 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 тем более, когда я понимаю, что этих детей у нее семеро И действительно, семья обычная, простая, они живут в области, потянуть им нет возможности такую сумму Вот здесь, конечно, уже срабатывает и помогает, наверное, вот эта информационная огласка И, безусловно, репутация того фонда, что люди могут доверить, могут направить денежные средства И четко понимать, что они пойдут адресно именно вот здесь вот в помощь Нам написали на эфирный WhatsApp, моя дочь помогает этому центру Доброй Руки автомобилем То есть ездит по адресам к людям, которые готовы поделиться вещами, но не могут их привезти сами Это реально у вас так работает? Да То есть можно в качестве волонтера, да, подключиться к центру Доброй Руки Если у вас, например, есть автомобиль, поразвозить вещь Конечно, не обязательно благотворителю везти к нам в центр У нас есть пункты приема по городу раскиданы, то есть наши партнеры, которые нам помогают Также есть волонтерское движение У нас немного волонтеров, но тем не менее, они есть, вот один из них Вы посмотрите, какая душевная история, но теперь ключевое Где искать? Центр Доброй Руки Куда обратиться, да Точный адрес, соцсети и обязательно номер телефона Друзья, запишите, кому нужна помощь, обязательно передайте эти контакты Центр Доброй Руки находится по адресу улица Гусинобродская, шоссе 33, дробь 2 Мы есть в дубльгиз Доброй Руки, где указан режим работы центра и указан адрес Вы можете посмотреть, как лучше добраться, как удобнее общественным транспортом Номер телефона 8-913-207-01-84 Это непосредственно мой личный номер телефона И можно обращаться 8-913-207-01-84 И наша группа в инстаграм Гуд Хэнс НСК Первое областное радио Экспертное радио Экспертное радио Экспертное радио